В Приднестровье проходит выплата пенсии согласно ранее утвержденным решениям, говорит Оксана Буланова. В мае начисляется вся сумма, но выдается лишь 70% от нее. 30% числится долгом государства, который будет погашен. Также фиксируется задолженность по 50 рублям, которые выплачивались в январе-феврале, дополнительной ежемесячной помощи к пенсии за счет средств единого фонда. Эта сумма тоже не выплачивается в мае месяце, а также аккумулируется в виде задолженности индивидуально по каждому пенсионеру. И подлежит выплате в последующих периодах. В то же время в этом месяце к пенсии выплачивается российская надбавка. Ее размер составляет 100 рублей. Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой группы, получают пенсию в полном объеме. На комиссии также было принято решение о том, что инвалиды, участники боевых действий второй группы, получившие ранения при защите Приднестровской Молдавской Республики, с мая месяца будут получать пенсию в полном объеме. Оксана Буланова также сообщила о поступлении бесплатных путевок в санаторий Днестр. Они будут распределены для льготной категории граждан, которые нуждаются в выздоровлении. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, лица, имеющие заслуги перед Родиной, участники ликвидации Чернобыльской аварии и другие. В результате подписанного соглашения между правительством и Каменским санаторием Днестр достигнуты соглашения по государственной поддержке. И в свою очередь Каменский санаторий предоставляет Министерству по социальной защите определенное количество путевок. В центрах социального страхования сформирована очередь на санаторно-курортное лечение. В ней состоит 3383 человека. Всего санаторий Днестр выделил 66 путевок. Для их получения гражданам необходимо обновить медицинские документы. Все путевки планируют распределить до 15 мая.